Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Тесты пилы на ноже Victorinox Ranger Grip 130 мм. В прошлый раз у нас были тесты пилы на ноже Victorinox Workchamp. Длина пилы на Victorinox Workchamp, сейчас я гляну, составляет 88 мм. А длина боевна, которую мы отпилили, 83 мм. Это то же самое боевно, жертв. Давайте здесь длину померяем 100 мм, по зубчикам 98 мм. Ну и давайте посмотрим, насколько эта пила справится. Кстати, друзья, интересно, сейчас смотрел новую линейку ножей Victorinox. Уже вот эти вот ножи, у которых замок ригельный, начинают делать с лайнерными замками. Это новинки 2007 года. Ну все они скоро появятся у нашего любимого продавца Ксении, у которой отличные цены на Victorinox. Ссылка находится под видео. Ну и в общем-то, соответственно, раз у нее появится, значит и у меня на обзоре появится. В общем, посмотрим, насколько удачно у нас компания Victorinox заменит данный замок на лайнерный замок. Ладно, друзья, давайте приступим к тестам. В прошлый раз этот нож справился за 5 минут 15 секунд. И давайте так же время засекем. Так. Сейчас, секундочку. Так, ладно, все готово. Все готово. Тут у нас сложность, кстати, была в том, что нож достаточно толстый. Тут же сложность в том, что на ноже вот такая вот петля для однорукого открывания. Ну давайте посмотрим, как он справится. И поехали. Пила длинная. Ну поэтому нож, я думаю, должен справиться быстрее. Все же, конечно, трехрядный рукоять, трехрядного ножа поудобнее удерживать. Но я бы не сказал, что сильно удобнее. В целом, отличная, агрессивная пила. Такую жертву уже точно в колено не сломаете. Где-то, возможно, и выручит. Если вам не нужно аккуратный спил получать, можете просто до середины такое, типа такого бревнычка отпилить, а потом просто сломать. Вчера, кстати, потренировался. Одно удовольствие, после тренировки пилить. Но тем не менее. Прошла минута, мы уже к середине подбираемся. Я, в принципе, особо не тороплюсь никуда. Но в таком среднем, достаточно спокойном темпе работаю. О, ну плечо уже затекло. Чувствуется, что жим вчера удался. Фух. Нормально, ребят. А двумя руками разве можно? Ладно, будем одной рукой пилить. А двумя руками разве можно? Уже середину прошли мы. Прошло 2,5 минуты. Середину точно прошли. Немного подзакусывать пилу начинает. Секундочку. Поправил я деревяшку. А то она съехала у нас. Кстати, есть еще вот такой вот способ пилить на ноже с одноруким открыванием. То есть достать штопор, либо христовую отвертку. В зависимости, что у вас на обухе. И вот так вот в нее упираясь пилить. Давайте таким образом попробуем. Ну и я бы не назвал этот способ особо как-то удобным. Все-таки так как-то поудобнее. Ну и петля тут достаточно плоская. А в отличие от ножей 111 миллиметров, у них такая она более объемная. Ну и в общем-то не сказать, что она так уж прям сильно мешает. Но зато линьки без однорукой открывания выглядят более эстетично. И это факт. Совсем немного осталось. Уже 4,5 минуты мы пилим. Пила в рейнджер гриппе покажет худшее время, чем пила в ноже 111 миллиметров. Совсем немного осталось. Совсем чуть-чуть. О, она уже время хуже показала. Ну тут как бы дело немного не в соревновании. Просто там хочу показать, на что пила способна. Так, ну ладно, перепилили. Что-то я запарился. 5 минут 42 секунды. Ну нормально, в принципе, время на 30 секунд больше, чем на данной пиле. В прошлый раз, когда я это пилой пилил, у меня не были так забиты плечи. У меня ноги были забиты в тот раз. И, в общем-то, ну да, это сказалось. Плечо сразу забилось. Да, я понимаю, что-то никого не волнует, конечно. Ладно, давайте померяем диаметр. Ну 82. Ну 82, я думаю, есть. Суть, в общем-то, тут не в точном каком-то измерении. Суть просто показать, как пила работает. Вот посмотрите, тут, кстати, 4 сучка у нас в данной деревяхе. Так что, ну тоже это не так уж и плохо. Ну да ладно, в целом, друзья, я считаю, что тест удался. Можно было бы, конечно, перезаписать его в следующий раз. Когда я буду работать на другую имущественную группу перед днём теста. Ну, в принципе, я считаю, что ничего страшного. Всё и так, в общем-то, понятно. Такую деревяху об колено вы не сломаете. Вот такая вот пила может вас выручить. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!